Привет! Ну, видите, он идет, наверное, по скрипту. Всем привет, с вами Александр, и это нереально крутой Терекс, он реально как живой. Хотелось бы, наверное, вспомнить эту сцену из Парка Юрского Атриуда, но по названию, думаю, вы поняли, что это... Это мод, такая демка для игры Jurassic Park The Game, которая есть плейлист на канале. Обязательно посмотрите, кто не посмотрел, очень кинематографичная игра, несмотря на то, что она старая. И сейчас нам предлагается погрузиться прямо внутрь фильма, ребята, и побыть в шкуре, ну, не знаю, доктора Элона Гранта, там, Иена, или, там, не знаю, предателя Дженера. В общем-то, сейчас мы будем в той сцене, где Терекс прорывался сквозь ограду, когда было отключено электроснабжение ее, а мы проезжали мимо на двух машинах. Давайте сейчас делаю вставочку из фильма, как это все дело было в фильме, и мы сейчас будем сравнивать, как у нас в игре и как в фильме. Но вот эта вот картинка, мне кажется, она даже не уступает реализму той, что была в фильме. Потому что, ну, там все-таки в первой части паркерского периода моделька была, ну, та, что была в размер, в реальный размер, ну, не очень. Как-то по ней реализма немножко не хватает. Но вот эта моделька, с учетом ночи, вообще-то в Oculus Rift было бы страшно, наверное. Так, давайте глянем на controls, мы можем двигаться, можем бежать, ешка, мы можем ходить-выходить в машину и можем двигать, менять сидение в машине. Ну что ж, погнали. Так, мы только что слышали, как оборвались провода, и вот прямо сразу выходит Терекс. Вот эта сцена точно такая же была в фильме паркерского периода. Так, ну, вот нам предлагают ешечку выйти. И вот он пошел, 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 так. Да, вот мы можем пересаживаться. На заднее сидение мы тоже можем сесть, но для этого нужно выйти из машины, ребята. Так, Рексик пока тут ходит вокруг нас кругами, но смотрите, какая красотища. Вот это дисплей, помните, девчонка говорила, о, это сенсорный дисплей, типа ты на него тыкаешь, и компьютер тебе отвечает еще до того, как они сели в машину. Кто помнит, ставим лайк на эту сцену. А Терексик наш пошел сейчас вот ко второй машине, в которой должны были быть наши Тим и Лекс. И, конечно же, там еще должен быть Дженера. Мы, кстати, тут можем сыграть роль Дженера, придать детишек, бросить их в машине и побежать в туалет спрятаться. Вот там вот что-то я, кстати, вижу, да, это, походу, туалет. У нас тут немножко техстутки подзвучивает. Ну, вот эти звуки, слышите, звуки шагов. Помните, как Тимка сидел на заднем сидении и глянул на стаканы, и они тряслись. Стаканчики тряслись. А потом он надел прибор ночного видения, да, и увидел Рекса. Тих-тих-тих-тих-тих. Мы также помним, как доктор Грант говорил, что пока мы не двигаемся, мы невидимы. Конечно, он видит только движущуюся цель. Ха-ха-ха-ха, я человек-невидимка, ребята. Но Рекс просто бомбезно. Ну, конечно, движется немножко нереалистично, но модель, блин, ну круто. Он как настоящий. Че ты на меня зыришь, а? Блин, крутой цель. Ну, правда, его не кормили. Смотрите, как у него палы бока, палые какие. Ребра торчат, просто жесть. Сейчас мы тут попробуем. Тихонько-тихонько. Сейчас мы тут немножко попробуем прогуляться. Блин, круто-круто-круто. Так. А, здесь рестарт и эксит. Ну, как мы помним, сюда добежал Дженера. Предатель этот. Офисная крыса. В общем-то, и бросил наших Тимку и Лекс. А потом Рексик, в общем-то, разорвал эту машину. Жаль, что в игре, ну, не разыгрывается вся сцена. Мы просто здесь можем поприсутствовать, как в фильме. Ну, это более чем... Мне подходит. Мы, кстати, обязательно проколемся, и Терекс нас сожрет. Так, я, в принципе, тут могу даже пробежать. Давайте посмотрим, насколько далеко. Ну, вот и все. Здесь только такая вот сцена у нас прорисована. Ну, это вообще делает. Так, а если я тут буду бегать? Он меня... О, по-моему, он меня заметил. Или нет? Да, он заметил. И убегать уже поздно. Ну, я это сделал, в принципе, намеренно. Зато смотрите, с какой высоты мы смогли посмотреть на этот туалет. Давайте нажмем сразу рестарт. И дальше будем вспоминать, что у нас происходило. Кстати, вот капельки вообще, ну, система погоды, света просто шикарно прорисована. Ну, как и сам Терекс. Кстати, давайте что мы сделаем? Тихо, тихо, тихо. Меня здесь нет. Вот эта сцена, как будто бы он, знаете, проламывал стекло в машине, где сидел Тим и Лекс. Но, да, такая, ну, не то что спорная, даже не спорная, а немного дурацкая ситуация, да. Когда он стекло проломил своей, там, головой весом, весом, ну, сколько там, в тонну, как минимум, наверное, голова у него здесь, с шеей вместе взятой. Да, а дети, типа, отпирались, отпирались ногами и он их не раздавил. Да он бы вдавил их там вместе в пол, они бы выпали просто в днище машины продавили бы с собой. Давайте, ну, преследуем Терекса. Тихо. Ах, какой красавчик. Ну, правда, что не докормили. Конечно, он съел, помните, всего лишь одну козу за целый день, как минимум. Это явно не еда. А, подождите, а нас не пускают? В эту машину. Тихо, стоим, не двигаемся. Замерли. Я бы еще вот эту вот сцену, когда Йен был с поврежденной ногой. Блин, как это круто. Вот я вообще, знаете, вот эту бы игру, вот, сделал такую длинную запись какую-то на, ну, на минут так 20, может быть, да? Да, вот даже вот мою запись, правда, ну, если бы без голоса сделать, на большой экран 60-дюймовый, чтобы она у меня просто крутилась. Так, давайте, мы вот бежим. Ну, и вот это предел наш, куда мы можем дойти. Но сцена просто великолепна. Сейчас я попробую еще там проломиться в первую машину. Ну, честно говоря, я в эту теорию не верю, что тираннозавр реагирует только на движение. Он обращает, допустим, особое внимание на предметы, что движутся, но если ты подвигался, то тебе кранты, это точно. Ну, и вообще, то есть нюх у тираннозавра считается лучшим, чем у любой собаки. Там гигантская эта нюхательная камера с неимомерным количеством рецепторов. Ну, блин, а там в игре, помните, вот возле этой машины, да, стоял Лекс стояло и доктор Эллан. В фильме называли доктора Аллан, мне приятнее Аллан, называли Эллан, да, и он, в общем-то, ну, их в морду вдыхнул и, как бы, их не съел. Смотрите, как бицепс бедра, вот задняя мышца дергается. Блин, тут мышечный, этот, макет даже проработан. Движется, как мышцы, неплохо. Ну, нам тут, ребята, не предлагают. А ну-ка, насколько ты смотришь себе под ноги? Давайте мы потолкаемся. Он не смотрит себе под ноги, ну, правда, зачем Терексу смотреть под ноги? Он же настолько огромен. Ну, вот две его маленькие лапки, помните, которыми он тоже пробовал напряжение. На-на-на-на. Так, о, давайте сейчас сядем на заднее сидение. Подождите. А, это не та машина. Так, тихо-тихо стоим. Нет, дошел прям далеко так. Но классно. Так, что у нас тут с хвостом? Ну, хвост тоже шевелится. Смотрите, он, правда, немножко вроде бы поломанный. Так, и что это было? Привет, меня здесь нет. А что он сделает? А что он сейчас будет делать? Помните, как он мордой пихал машину? Ну, привет, мой друг. Привет. Ой-ой-ой. Смотри, я ничего не делаю. Так, ну что, давайте еще немножко подразним нашего Рекса. Привет. Так, надо попробовать сейчас умереть и прямо вот сразу, в первые же секунды, выбраться из экрана. Так, ну, здесь он не видит. Я хочу, чтобы он зашел за ту сторону машины, а я буду с этой. И вот сейчас давайте залезем в машину. Так, ну что, давай. Давай. Привет. Я тут. Я в домике. В броневичке, хотел сказать. Я в домике. Ну, и что? Будет ли он машину тревожить? Да, смотри, он типа трется в машину. Так, она вообще... Да, трясется машина, смотрите, колышется. Жаль, что у меня фонарика, и я не могу посигналить. Но я думаю, он уйдет. О-о-о. А, ну это круто, это круто, ребята. Там мы еще можем вызвать его рык, да, типа, раздражнив его и запрыгнув в машину. Ага, стой, мы об этом не договаривались. Ха-ха-ха, нет, все-таки он может нас разврать из машины. И да, такого чуда, как в фильме, не произошло. То есть ногами упереться в стекло не получилось. У нас стекло не акриловое, а стеклянное. Так, давайте сейчас сразу попытаемся выбраться из машины сразу же в первую же секунду. Привет. Ну, он идет, наверное, по скрипту. И нас он не заметил. Ну, думаю, на этом, ребят, уже можно и заканчивать. Ничего более здесь мы увидеть не можем. Ну, у кого есть какие-то идеи, в принципе, можете написать, может, чего я здесь упустил. Так, ну вот, еще вы видели, как он довольно шустро бегает и какой у него прекрасный язык. Да. Вот такие вот, в общем-то, дела у нас, ребятки. Прикольная такая сценочка, да, 10 минуток скоротать. А вообще мне вот эта вот заставка нравится. Жаль, что ее нельзя как-то повращать немножко, чтобы можно было угол поменять. Было бы вообще забавно. То есть, ну, ссылочку на эту игру я оставлю. Так что, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока. Чао.